Он на скорость большая ехал. Не успел он остановиться, ничего. По словам водителя автобуса, неотложка буквально влетела в него еле едущего. Это, к слову, подтверждают записи с камер слежения, установленных на остановке, которые зафиксировали момент лобового столкновения. Отчётливо видно движение того и другого транспортного средства и включённые проблесковые маячки на спецмашине медиков. Вы видели проблесковые маячки? Нет, не видел. Тут автобус стоял, я объезжал автобусом. Не успел ничего, я только выехал, он меня въехал. По предварительным данным, водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь по улице Мавлютово со стороны улицы Горифьяна в сторону улицы Парина, по встречной полосе со включенным проблесковыми маячками, совершил столкновение с автобусом, который двигался во встречном направлении. В результате дороже транспортного происшествия пострадали два человека, а один человек погиб. Как удалось выяснить, скорая торопилась доставить в больницу 80-летнюю женщину. Пенсионерки лопнули вены на ноге. Состояние было тяжёлым. В результате столкновения с автобусом пациентка упала, сносила к наполу и разбила голову. Травма оказалась смертельной. Сами носилки от удара и вовсе вылетели из машины. В больницу, уже на другом спецавто, доставили пострадавшего фельдшера и женщину, которая сопровождала бабушку в медучреждение. Возбуждено уголовное дело по статьям нарушения правил дорожного движения и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ритм данном причиной ДТП послужило то, что водитель скорой помощи не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В автотранспортном предприятии, коему принадлежит автобус, также на стороне водителя, общий стаж которого, к слову, больше 40 лет. Проблесковые маячки у скорой помощи работали, но это не всегда является оправданием выезда на встречку, подтверждают ВТП. Сам водитель отмечает, что и вовсе не видел маячков. Обзор загородил вставший из-за потока машин общественный транспорт. Скорость движения автобуса была 6 км в час. Сейчас водитель скорой помощи имел возможность вернуться на свою полосу. На видео видно, что там отсутствуют транспортные средства. На момент столкновения автобус полностью остановился. Скорая помощь совершила столкновение с полностью остановившимся автобусом. Интересная деталь. Несколько дней подряд на данном перекрёстке не работал светофор. Вероятнее всего, это и стало причиной большого скопления машин, про которые рассказывает водитель автобуса. Однако сейчас, как видите, всё в норме. В экстренном порядке работу светофора восстановили. Сразу после трагедии. Как в фильмах пролетело. То есть она, собственно, на колесо споткнулась при ударе. И именно летела над землей. Нельзя не отметить, что это уже не первая крупная авария с участием скорой помощи в Казани. Так, 11 марта на улице Калинина легковушка не пропустила скорую со спецсигналами. Тогда пострадало 5 человек. Водитель, двое медиков скорой помощи, их маленький пациент и сопровождающая его мама. Было возбуждено уголовное дело по статье воспрепятствования оказанию медицинской помощи. В случае сегодняшней аварии данная статья не упоминается. Речь идёт о нарушении правил дорожного движения, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мария Молочникова, Раиль Галявов, телеканал «Эфир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова